Самую последнюю информацию об уборке города мы рассчитываем получить от нашего гостя. Это Денис Зайцев, начальник управления дорожного хозяйства мэрии Ярославля. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Удалось ли мобилизоваться ярославским дорожникам? Можно сказать о том, что есть изменения. Изменения касаются ими мобилизации. Изменился подход по организации работ. Значит, первое, что было сделано, генеральный подрядчик создал свой технический надзор. И за субподрядчиками сейчас усиляет, в том числе, контроль дополнительно. При этом технический надзор генерального подрядчика уже сам принимает решения о дополнительной технике в тех или иных районах. И о схеме по уборке, то есть где это необходимо. Также сейчас, на сегодняшний момент, у нас вышло порядка где-то 52 единиц комбинированных машин. Из них порядка 30 машин с твердыми реагентами, то есть так называемая песчано-соляная смесь. Именно для обработки основных магистралей. По сравнению, если брать 16 октября, то, конечно же, у нас там было 35 единиц, и из них было 414 песчано-соляной смеси. То есть это очень было сложную работу организовать. То есть у нас идет процесс увеличения техники. Раз. Дальше. За два часа до начала снегопада, это в 5-6 часов утра, была предварительная обработка. Мостов, путепроводов, опасных участков. И данная техника осталась в дежурном режиме, именно на этих участках, на опасных. То есть это то, что мы раньше входили в зимний период, и был положительный результат. Сейчас опять как бы к этому вернулись в процессу. Вот такие шаги, которые были сделаны сегодня, они, конечно же, показали, что, в принципе, дороги все у нас двигаются. Да, действительно, у нас сейчас до сих пор присутствует каша, которую надо отжимать. Да, действительно, у нас сейчас есть некоторые участки дорог. То есть сейчас вот я к вам ехал, улица особенно короткий участок. Значит, еще ряд участков, где есть такой небольшой эффект обледенения стиральной доски. Но у нас за ночь сейчас опять же работа будет продолжаться гениальным подрядчиком. И все-таки мы надеемся, что после окончания снегопада, а у нас сегодня еще с вами ночью был снегопад, мало того, что ожидается с часу ночи до двух, возможно, падение осадков в виде дождя, а под утро опять снег, то все-таки надо сейчас усилиться, это все прогнозировать. Опять обязательно просыпать печально-стиральную смесью все основные магистрали. Только после окончания снегопада в течение шести часов мы уже с вами будем давать оценку, справился подрядчик, не справился подрядчик. Я правильно вас поняла, что завтра ярославским автолюбителям и пешеходам не стоит опасаться за то, как они будут добираться на работу? То, что во время снегопада будут произвиваться работы, это факт. Значит, то, что у нас снегопад, он будет завтра идти и ночное сегодня, и в дневное время, это тоже так. Мы надеемся, и так работа сейчас будет организована ночью, что можно будет добраться и до работы, и пройти его пешеходным переходом, пройти по тротуарам, на остановке. Мы надеемся, что именно позволит большее количество людей все-таки поддерживать именно состояние, когда можно, по крайней мере, не опасаться, что поскользнешься. Но самое главное для нас, это и во время снегопада убираться, это раз, и после окончания снегопада. Ну что ж, удачи в вашей работе. Спасибо. О самой насущной проблеме на сегодняшний день уборки города мы говорили с начальником управления дорожного хозяйства мэрии Ярославля Денисом Зайцевым.